МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. К сожалению, наш отпуск подошел к концу, а это значит, что видеться мы с вами снова будем каждую неделю. Кстати, к вопросу об отпуске. Он у нас, конечно, подошел к концу, но вот влиться в работу, как оказалось, очень сложно. И с этим сталкиваемся не только мы. Постоянно большое количество людей приходит к тому, что возобновить рабочий процесс после длительного перерыва оказывается непростой задачей. В чем причина подобной послеотпускной депрессии? И можно ли с этим как-то бороться? Об этом мы поговорим в следующем сюжете. Лето – пора долгожданных отпусков. Кто-то отправляется за яркими впечатлениями к морю, другие предпочитают отдыхать на даче. Однако какой бы вариант проведения отпуска вы не выбрали, окончание его наступит неожиданно и вряд ли вас порадует. Коллектив нашей телекомпании дружно отдыхал почти месяц. И несмотря на то, что работу свою мы любим, первые рабочие дни особой радости нам не принесли. Ты знаешь, как-то вот в интернете на днях буквально прочитала, поняла, что самое оно вообще в тему. Первый день после отпуска на работе – это все равно, что первый день в детском саду. Хочется плакать и домой. Это, знаешь, это несмотря на то, что я очень люблю свою работу и люблю своих коллег. Но из колеи все равно оно выбито. После очередной жалобы коллеги на подавленное состояние, охватившее ее после отпуска, мы отправились на улицы города, чтобы узнать, это только у нас началась депрессия, или же от подобного состояния страдают и другие. Насколько вам легко потом войти в режим работы? Достаточно сложно, потому что работа такая тяжелая. А есть у вас, может быть, какие-то, ну, не знаю, ваши приемы, которыми вы себя как-то подбадриваете, поднимаете свое настроение после отпускного времени? Пожалуй, просто настраивать себя на то, что работа необходима. Очень сложно, потому что еще недели две где-то надо адаптироваться к этому ритму и войти в колею. Даже выходные как-то еще не спасают. После отпуска всегда сложно. Отпуск расслабляет, а потом вклеится в ритм, а опять очень тяжело. Почувствовав за своей спиной поддержку таких же депрессивных осов, мы обратились к психологу. И оказалось, что в подобном состоянии нет ничего необычного. Многие люди довольно-таки сложно втягиваются в работу после длительного перерыва. Но, правда, причины этого у всех различны. Одна из самых распространенных – люди в своем сознании путают понятие лета и отпуска. Когда отпуск заканчивается, человек начинает думать, что заканчивается лето. А это уже переводит в осень, и вот все, что с этим связано, да, и, соответственно, накатывает вот это депрессивное состояние. И поэтому первое, что важно сделать, это разделить. Отпуск закончился, а лето еще продолжается, да, тем более, что у нас в этом году оно реально продолжается, его можно использовать. Еще одна ошибка отпускников. Не все умеют правильно организовывать свой отдых. И это тоже может послужить причиной депрессии. Частая ошибка в этом месте – это когда человек, который, в принципе, на работе ведет довольно сидячий образ жизни, в качестве отдыха, и при этом еще с каким-то количеством людей контактирует значительно, в качестве отдыха он выбирает себе пляжный отдых, лежание под шезлонгом, в толпе других отдыхающих. То есть, по сути, он меняет шило на мыло, и от того, что он меняет солнце, море и все такое, с точки зрения организма, с точки зрения психики, отдыха не происходит. Следующая причина депрессивного состояния после отпуска может открыться в самой работе. Если там у вас возникли какие-то проблемы, то, естественно, вам не хочется к ним вновь возвращаться. Здесь важно задуматься, что можно исправить в сложившейся ситуации, ну а если корректировка действительно невозможна, имеет смысл поискать себя в каком-то другом виде деятельности. Работа – это очень большой кусок нашей жизни, и поэтому, особенно для современного человека, нам очень важно ощущать, что работа нам приносит что-то еще, кроме денег на пропитание. Имеет значение и протяженность отпуска. Так, после положенных четырех недель втягиваться в работу гораздо сложнее. Именно поэтому многие стараются разделить свой отпуск на две части. Конечно, если это возможно. Ну а если нет, приходится мучиться. Я вообще, мне кажется, никогда месяц не отдыхала. Вообще, в принципе, никогда. То есть, когда ты отдыхаешь две недели, десять дней, ну это достаточный срок, да, чтобы отдохнуть и соскучиться, и как-то, ну не расслабиться совсем, и не выключить мозг, что называется. Конечно, со временем вы выйдете из этого депрессивного состояния, но это не значит, что нельзя этот процесс ускорить. Очень важно искать внешние и внутренние ресурсы. Ресурсы – это такие позитивные переживания, которые дают нам энергию. Чаще всего в состоянии депрессивном мы как бы неосознанно концентрируемся на то, что нас ресурсы забирают наоборот, да, и переживаем про это. Вот здесь очень важно некоторые усилия совершить и осознанно пытаться искать то, что дает удовольствие, радость, силы, искать какие-то интересные моменты в работе, искать какие-то интересные моменты в жизни, которые прямо сейчас могут быть. Да, внешние ресурсы – это, как правило, важные для нас люди, с которыми нам хорошо и которые дают нам силы. И природа. Вот природа – это такой универсальный ресурс, который также важно использовать, насколько это возможно в ваши выходные дни. Так что не забывайте – на дворе лето. Отправляйтесь после работы или выходные на речку или в лес. Выкиньте из головы все проблемы и наслаждайтесь солнцем и свежим воздухом. А работа – без нее все равно никуда. Так что смиритесь и постарайтесь и от нее получать удовольствие. Гораздо проще тем, у кого есть какое-то хобби. Благодаря любимому занятию такие люди проходят процесс адаптации к работе гораздо лучше. Сегодня многие девушки увлекаются плетением из бисера. Некоторые даже превратили свое хобби в доходный бизнес. А вот Мила, известная в городе модель, занимается рукоделием ради удовольствия. Уже в детстве, глядя на то, как мама создает своими руками украшения, девочка поняла, что тоже хочет научиться этому искусству. Когда я была еще совсем маленькая, то есть мне было 3-4 годика, я начала на нее смотреть, и мне хотелось сделать такие же красивые вещи, как моя мама. Я стала у нее таскать из шкафов всякие книжки, журналы по бисерплетению, по шитью, по вязанию. Мне стало это интересно, и тогда я еще читать не умела. Я по картинкам ориентировалась и пыталась сделать первые какие-то вещи. До сих пор мы с мамой вместе делаем многие украшения, многие вещи. У нас такой небольшой творческий тандем, то есть она мне подсказывает, как какие-то идеи, как правильно лучше оформить свои украшения, вещи. И некоторые, например, дизайнерские такие вещи мы делаем вместе. Например, вот сзади меня стоит сумочка вязаная. Идея этой сумки, создания этой сумки пришла моей маме, то есть мы вместе с ней разрабатывали ее, думали, какая должна быть она формы, какого должна быть она в конце цвета, фактуры, дизайна, какие должны украшения в ней использоваться. И вот в конце мы видим результат, то есть то, что получилось. В своей творческой работе мастерицы стараются себя не ограничивать. Они не только плетут украшения из бисера, частенько вплетая в них полудрагоценные и драгоценные камни, но и вяжут. Но отнюдь не салфетки, а аксессуары, которые с удовольствием бы примерила любая модница. Изящная сумочка, невероятно нежные перчатки, вязаные украшения и даже ажурные сапожки. Многие милины подруги любуюсь этими шедеврами просят рукодельницу сделать нечто подобное и для них, особенно если в их жизни намечается свадьба. Так получилось, что современный ритм жизни, он предполагает для современных женщин только два момента в жизни, когда можно одеть красивое вечернее платье. Например, это свадьба и выпускной бал. И, к сожалению, все девушки очень редко позволяют себе одеть красивое вечернее платье, чтобы куда-то пойти. А те украшения, которые я создаю, они не совсем подходят под стиль кэжуал, такой городской, свободный, удобный. То есть это, конечно, аксессуар именно вечернего образа. Все создаваемые рукодельницы и украшения – авторские. Мила не использует схемы, напечатанные в журналах или выложенные в интернете. Она действительно все придумывает сама. Было бы время и вдохновение, а уж фантазия точно не подведет. Иногда я просматриваю в интернете или в каких-то журналах работы других мастеров или какие-то просто образы, которые мне нравятся. У меня в голове рождается идея. И она может рождаться сразу, внезапно, а может обдумываться несколько дней. И после этого я создаю какое-то такое украшение. Свои изделия Мила продавать не любит. Все чаще раздаривает. Она не превратила свое увлечение в бизнес. До сих пор рукоделие для Милы – это отдых и удовольствие. Задействована мелкая моторика, она очень успокаивает. То есть возникает такое умиротворение, когда ты занимаешься чем-то таким вот красивым и то, что в конце получается такое воздушное, кружевное. Оно, конечно, я представляю девушку, которая его вот оденет, как оно будет сидеть, украшать. Это, конечно, повышает настроение, успокаивает и, наверное, погружает в какой-то отдельный мир, где можно немножко абстрагироваться от тех бытовых проблем ежедневных, которые накапливаются. Это очень сильно расслабляет. Конечно, в силу своей профессии, времени на рукоделие у Милы немного. Однако и в своем плотном графике она старается находить время для себя любимой и создавать новые изделия, которые радуют ее и окружающих. Ну что ж, Мила доказала нам, что работа у творческих людей не прекращается ни в какое время года. И вот пускай они, в отличие от нас, не уходят. Еще одним подтверждением этому можно назвать выставку художника Александра Печатникова. На Старом Перекрестке снова событие. Несмотря на изнуряющую жару, выставочная жизнь здесь не останавливается. И на этот раз в салоне можно увидеть работы рязанского художника-графика Александра Печатного. 25 работ. Основная техника – это акварель. Ну, есть, где-то смешанные со всякими фокусами. В основном это пейзаж. Два натюрморта, один автопортретчик. Что за фокус? Что за фокус? Ну, акварель считается чистой акварель, когда туда не приносит никаких других техник. А здесь у меня там есть, где-то белило, где-то еще что-то, какой-то контур. Где-то акрил вкрадывается. Александр работает в самых разных жанрах. Пишет пейзажи, натюрморты, создает абстрактные и фигуративные композиции в классической технике акварельной и масляной живописи. Занимается Александр и монументальной живописью, пробует себя в экспериментальных техниках. Нужно же просто, чтобы тебя что-то так восхитило, как-то тронуло, торкнуло. Это может быть пейзаж, это может быть натюрмор, это может быть портрет, вот увидел какого-то человека, это может быть сон. Все. Ну, я говорю, просто проще всего, да, это, конечно, пейзаж, потому что ты все время в нем находишься. И, естественно, вас слышишь. Работы Александра Печатного можно увидеть в Рязанских музеях и в частных коллекциях России и других стран. Сам Александр называет свои картины по-особенному. Есть среди них пейзажи раздумья и портреты настроения. Акварельная живопись, которую можно увидеть в Старом Перекрестке, это лирические виды провинциального города с национальным колоритом, который так любит сам художник. Ну что ж, а на этом наш первый послеотпускной выпуск программы подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Будет интересно. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин